На этой неделе, к сожалению, ничего не выходило, но вот на прошлой неделе вы могли пропустить небольшой патч под названием 3.21.25.0. Что же было в нем добавлено? Это поддержка различных префабов для спауна предметов, когда неэкипированные. Кастом компонент для экипированного оружия, флаг командной строки Disable Steam Cloud Read. Исправлено. Баг, при котором не отображалась зона арены. Это был неприятный баг, ты никогда не видел. Когда уже закончится арена и мог открыть карту. Только в этом случае ты мог увидеть, где ты находишься и когда зона будет сужаться. Очень неудобно во время пвп. Также была проблема с On-Inspecting Usable, событие не вызывалось на сервере. Баг, при котором вода мешала взаимодействовать с предметами. Удары по местности и дорогам неправильно отклоняются. Apple Default Skills вызывался даже после загрузки навыков. Ну и пофиксили, конечно же, ягодные кусты. Теперь возвращаемся к Антерны 2 и моего поста с Roadmap. Пристановлена была сама доска, то бишь дорожная карта, а не разработка игры, как вы заметили. С января там ничего не появлялось. Это неудивительно, ведь по плану на 2021 год особо вторая часть и не светится. Хотя были многочисленные дефапы и прогресс в разработке. Очень много школьников ноют по поводу, чего он не кинет Антерны 3.0 и так далее. Очень умиляют такие люди с поверхностным взглядом на игру, да и на Нельсона, как на разработчика этой игры. Ведь с дивана всегда удобно комментировать, да и давать какую-то статистику с цифрами, высоротые хрен пойми откуда. И надеждами, что более 80% игроков перейдут сразу же на вторую часть. Потому что я бы так сделал. Так вот, Антерны 2 это в целом полигон для творческой деятельности, новых идей, приобретенного нового опыта, а не тупой клон Антерны 3.0 на новом движке. Вы сами понимаете, что Антерны 3 исчерпывает все возможности для выживания и в нее очень быстро надоедает играть. Именно этого хочет избежать разработчик. Тем более, есть множество факторов, которые скрыты от нас, и мы не можем получить более полной картины. А сравнивать Нельсона со студиями, играми по типу GTA, DayZ и так далее, по мне очень глупо. Тройка сделала большой шаг в оптимизации, не потеряла в онлайне. И если тебе кажется, что игра скатилась, задай себе вопрос. А не надоела ли тебе игра? Субтитры создавал DimaTorzok